Продолжение следует... Ниази это наш человек, наш это значит садовод из Азербайджана. Мне понравились его ролики, где он относится ко мне с уважением, я взаимно к нему с уважением отношусь. И все-таки эти ролики хоть немножечко может добавят нам знаний. Тем более, что Азербайджан, как потом оказалось в процессе моего знакомства с ним, это высокогорье. А оно приближает нас. Чем выше, тем холоднее. Итак, знакомимся с садоводом Ниази, это его имя. Азербайджан. Здравствуйте, Валерий Константинович Железов. Я приветствую вас из Азербайджана. У нас Бинский район. В апрель месяце я прививал дикие церешния, прививал хорошим сортом, кристальным церешниям. Вот это результат. Хотелось с вами, как сказать, разделиться этими. Ваше мнение всегда меня. Уважаю ваше мнение и ваши методики. Я поддерживаю. Вот такие результаты. Так, друзья, он поддерживает твою методику, но у него конкретный опыт, который, как правило, я не рассматривал и не озвучивал. Давайте посмотрим. Дальше идет фотография. Ага, вот такая вот. Это, как я понимаю, прививка за кору. Посмотрим сюда. То есть, получается так. Я любопытный, вот интересно, прожить бы несколько лет. Вот. Посмотреть результат уже окончательный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять черенков. Дереву, лет пять, семь. И вот такая у него методика. Интересно, да? А результаты уже предварительно есть. Смотрите. Посмотрели. Дальше смотрим. Вот. Что-то здесь цветочки уже появились. Но это ладно. Все, это еще начало пути. Вот. И смотрим видео. Вот это тоже векая церечная перебивала. Это тоже. У нас много бывает в лесах дикие черешни. Давай покажу. Тосточки попали на землю и вышли. Вот такие результаты. Молодые черешни. Обычные дикие. Они дикие. Они бывают очень маленькие. Вот это его, как сказать, дерево. Очень огромное дерево бывает. Дикие черешни. Я собираюсь это тоже перебивать в осенью и посадить в постоянное место. То, что я посмотрел вокруг, это горы. Это высокогорье. Смотрим дальше. Здравствуйте, Валиде Константиновича. У меня тут получилось вот так. Вот сюда просто. Здравствуйте, Валиде Константиновича. Как бы нам продлить это удовольствие? Тут еще есть что-то. Ладно. Следующий ролик. Еще раз здравствуйте, уважаемый Валерий Константинович. Меня зовут Ниязи. Я живу в Баку, Обширонский район у нас. Я там живу. У меня это сад находится, Кубинский район. Здесь называется Куба. В этот момент я тоже сделаю прибивку. Это грязь горях. Дико росло. Я его урезал и хорошим сортом, иншаллах, прибивал. В этот момент я сделал это. В такой размер я прибивал две вот такие черенки. Черенки взяли где-то в март месяц и сохранили его в холодильнике. Где-то 20 дней назад я тоже прибивал другие грецкие орехи. Они сейчас на старте. Эти я вчера прибивал. Вот. Маленькие они. А другие раньше прибивал. Иншаллах я покажу сейчас. Это мой сад. Я хочу здесь посадить многие деревья. У меня большое место. Вот это я прививал где-то две недели назад. И начинается открыть листья, иншаллах. Вот такие дела. Я тоже рад, что вы ответили. Я очень вас уважаю, иншаллах. Когда-то надеемся, иншаллах увидимся. Еще я хочу другие фильмы вам присылать, иншаллах. Это мой сад, большой, машаллах, грецкий орехи. У меня есть дикый лес. Есть этот фундук. Есть аллича. Дикый аллича. Есть дикый церешный. У нас растет. А вот такой у нас панорама. Очень здесь хорошая природа. Где-то здесь находится тысяча метров до уровня, это, как сказать, море. Тысяча метров находимся. Иншаллах. Иншаллах увидимся. Так, друзья. Меня от этих видов дух захватывает. И даже где-то завидно. Вот. На что мы видим? Тысяча метров над уровнем моря. Это уже не субтропики. Это уже ближе к нам. К Саянским горам. Похоже, да. У нас незамерзающая нефель. Недалеко от меня 200-300 метров. А здесь, наверное, незамерзающая река. Круглый год. И высокогорье. Это относительно... То есть, все-таки давайте так. Если у меня климат называется... Ну, сами понимаете. Климатические зоны у нас, наверное, разные. Ну, не такие же принципиальные. Разница языка принципиальная. Значит, то, что он спривал грецкие реки, они достаточно. Они хороши на подвое, наверное. Вот, дальше. Посадку вы видели. Значит, на склоне уже проблем меньше с выприванием. Так. Вишни вообще не боятся выпривания. Черешни немного боятся. Вот пока все, что я... Первое приходит в голову. Давайте посмотрим, что еще имеется. Вот такие грецкие орехи я посадил на моем участке. Где-то в столике. Дальше сплошный ветер. Шумно. Я поэтому остановил. И мы с вами обо всем поговорили. Идем дальше. Я ваш подписчик был, да, иншаллах. Где-то полтора года я вас подписчик на ютубе. Ваши фильмы я тоже посмотрю. Мне очень нравится ваша методика. Именно посадки. Как обрезать, не обрезать. Я очень ваше это мнение. Меня уважаю. Посадка в холме. Я тоже хотел так посадить. Но у меня даже дом на холме стоит. Я построил на холме свой дом. У меня это место находится сплошной на холме. Я тоже хочу, люблю это стоять на холме. Просто я хотел тоже посадить мои эти деревья на холме. Просто не получился. Здесь где-то вода не стоит. Дождь идет. Вода не останется. Поэтому немного мы это сделали. Временно. Чтобы росли немного. А потом капленный полив я здесь сделал. Но собирали. После скошевания травы буду тоже делать. Свои советы можете дать мне. Очень буду рад. Иншаллах. Нашими посадками. Это я не знаю как я объясню. Спасибо вам. Так друзья. Увидели мы здесь чуть-чуть раньше. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Посадку. Небольшое углубление. Для деревьев это тоже немного опасно. Тут бы я бы еще. Он совету спросил. Я бы тут ниже прокопал бы еще небольшую канавку. Так чтобы углубление исчезло само по себе. Вот. Чтобы оно как бы сравнялось со всей горой. Тогда не будет застоя. Но с другой стороны вы понимаете в чем проблема? Поливать надо. Он будет поливать, вода будет стекать. То есть не бывает идеальных технологий. Есть плюс на минус. Вот. Вот это надо где-то выбирать золотую середину. Чтобы полив, наверное, бывает так, что очень сложно отрегулировать полив. Очень сложно сделать его одинаковым по всем деревьям. Он придумал капельный полив. Но тогда, может быть, вода не будет успевать растекаться. Но пока остановимся на этом. Вот. Я приготовил черенок для этого греческого ореха. Вот такой. Длинный. Эта длина гарантия дает, иншаллах, хорошие прибывки. Эта ткань, где-то зеленая, они, вы знаете, иншаллах, соединительная ткань. А здесь соединитель нет, да где-то. А находится особенно здесь соединительная ткань. Длина – это гарантия. Если прибивать, где-то 10 сантиметров я делаю, или 8-7 сантиметров минимум делаю, это гарантированно, иншаллах. Хороший эффект дает. Хотел поделиться с вами. Иншаллах. Так, ну, именно такой черенок. Приготовленный к прибывке я вижу первые. И тут не все нам ясно, не все понятно. И вот. Если под кору, наверное, он каким-то образом сделает боковой разрез, ставит и соединит эти ткани. Подвое и прибывое. Интересный способ. И еще я хочу сказать, вот тут я ему ничего подсказать не могу. Мои десяток, два попыток прибывать. Орех грецкий на манчжурский кончился полным крахом. Но это не значит, что это невозможно. Наверное, я... Сроки были не те. Способ был не тот. Вот. Я делал стандартно, как все. И у меня не получилось. У меня по прививкам две огромные неудачи в жизни. Я делал сотню прививок кедровой сосны. Есть такое понятие. Кедр, кедровая сосна. Прививки на сосну. Все сто мертвые. Ведь не лень было сто штук делать. Тоже от чего-то не умел. Так я все делал впервые. Тридцать лет назад. Я все делал впервые. Вот. И вот сейчас уже есть у кого поучиться. Так что, не один большое спасибо. Вот. Солах. Я очень рад знакомству с вами. А давайте еще. Еще я хотел посоветовать с вами. Это мои вишни. Я резал до их начала, прибывал. Вот их не отводки. Они где-то тысячи или больше тысячи. Что мне с ними делать? Вот смотрите, здесь тоже много есть. И вот здесь очень много. Отводки есть. Что меня с ним делать? Уничтожить или что-то делать? Или оставить? Некоторые уничтожить. Что мне делать? Дайте совет. Я иншаллах буду сделать. Что будете советовать? Вот такие дела. Дружище. Что же с ними делать? Что же с ними делать? Давайте так. Перед этим мы говорили, что... Нет, все-таки. Пусть вот это будет картинка. Перед этим мы говорили, что... Есть... Давали они семена. Семенные есть. Саженцы. Вот это вишневые. Сейчас вы говорите корневые отводки. Их тысячи. Вот. Значит, первое, что пришло в голову мне, когда мы общались, это то, что если каждый из них... А все равно они до другого не годятся, если каждый из них выкрепать, каждый пятый-десятый окажется с хорошими корнями. Ну, это моя статистика сибирская. Вот. Их можно отсаживать. Годом дать прорасти, чтобы нормально корни развились. Прививать ту же черешню и на рынок. Ничего не знаю о вашем рынке. Ничего. Может быть, у вас продать-то невозможно. Не зря везут. Вон, вся Средняя Азия везет к нам в Дальний Восток, Сибирь, Урал. Это все Средняя Азия. Вот. Если у вас возможность развивать именно это направление и зарабатывать на прививках, я не знаю, больше вот ваши эти корневые отводки, это тысяча. Ни на что не годится, если делать их подвоями. Или уничтожить. Но там уже столько корней. Наверное, этот участок бесперспективный. Ну что, пришла пора заканчивать этот разговор. Я надеюсь, мы на этом не прощаемся, дружище. Вот. Я рад знакомству. Я не считаю вас учеником. У вас прекрасные способы прививки. Вы самостоятельная личность. Если где-то помог с тем, что вы меньше будете резать деревья, но у вас климат мягче, может быть, там надо резать. Вспомните, как раз любого. Вот. Если считать, что надо делать холмы, но у вас холм заменяет склон, но уже понятие холмы узнались от меня, значит, и я вам для чего-то пригодился. Ну что, друзья, послушали наш диалог. Давайте на сегодня пока все. Возможно, он будет продолжаться каждый год. У меня много таких друзей. Знаете, чем мы отличаемся от людей? Тех суперспециалистов. Они показали прививку, через неделю прививка умерла или не проснулась, и мы никогда не увидели. А на моем канале вы видите все. Год за годом, год за годом, не скрывая ничего, даже неудачи. Все, друзья, я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Продолжение следует...